Садись. Смотри, ты за вот этот руль берёшь, двумя руками и так крутишь. Тяни его. Да во, во, вот так. Нет, сам, сам давай. Ну давай сам. Ещё сильнее, сильнее закидываешь. Так? Ты только сильно не разгоняйся. Будет танцевать будешь? Так, автомат, да. А он потом ещё и светиться будет. Всё, один фонтан, мешай. Ты надо на той стороне встать, чтобы руки помыть. Вон там. Есть? Есть, конечно. Дальше двигаем? Крути, Миша. Крутится? О, он уже мокрый. Как-то очень быстро день закончился. Просто незаметно пролетел. В принципе, это хорошо и плохо. Хорошо в том то, что было очень много проектов, очень большая загрузка и это здорово. Но минус в том то, что он быстро пролетел. И я как таковой влог опять же не успел сесть. Снять. То есть я начал снимать уже после пяти часов, когда за Мишкой поехал на задание. Соответственно, весь день там работа космос. Я не знаю, такого давно не было. Ну, в принципе, осенью всегда так сезон начинается. Хотя сейчас вот коронавирус. Вроде как и должно быть не так уж и хорошо. Но в целом ситуация нормализуется, я бы сказал. Завтра должно быть намного интереснее. Завтра встреча в центральном районе у меня. Поэтому я потом погуляю по Волгограду, сделаю более интересные кадры. В общем, сегодня у нас формат говорилка. То есть меньше экшена, сплошная болтовня на любую тематику, даже не знаю. Ну, к примеру, на YouTube. То есть сейчас у вас шестьдесят восемь подписчиков. И я считаю, это хороший результат. Опять же повторюсь, учитывая, что я ничего не накручивал, вообще нигде ничего не продвигал, никакой рекламы. Просто органика шестьдесят восемь живых подписчиков, человек. Вот. Конечно, в перспективе, в будущем я в любом случае планирую увеличивать базу подписчиков, как-то монетизировать канал. Но пока, соответственно, всё это идёт по лайфу, так скажем. То есть я от этого сейчас ничего не жду. Просто снимаю видео, влоги. Такой свободный формат, без всяких каких-то обязательств. Но, конечно, стараюсь себя держать, так сказать, в узде, чтобы каждый день снимать и выкладывать выпуск. Пока это нормально получается. Ну, я думаю, что всё-таки нужно планировать полностью. Планировать каждый выпуск. Сейчас без плана очень тяжко. То есть просто подряд всё снимать, учитывая, что каждый день не особо интересно, то есть какие-то моменты повторяются. И, соответственно, какие-то новые, новые какие-то кадры, моменты в основном на выходных бывают, когда очень много свободного времени, там, суббота, воскресенье. Можно, допустим, с семьёй куда-то выбраться, съездить что-то интересное, показать вам, красивые кадры заснять. Среди недели такого, конечно, не получится, потому что очень много работы, постоянно загрузка. Если куда-то и получается, там, какие-то места интересные попасть, то я, конечно, это все снимаю. Но это довольно редко, опять же. Благо, что Сонька дает очень классную картинку. Сейчас, кстати, вышла Альфа 7s3 Sony. Просто безумный ценник. По-моему, ну, в России он даже ещё не продаётся, но прогнозируют ценник около 350 тысяч рублей. И это, видимо, только за тушку. 350 тысяч – это очень много. Ну, как много. Если вы занимаетесь этим профессионально, там, клипы снимаете, кино, может быть, очень, то легко, легко берёте и пользуетесь, наслаждаетесь. Потому что там 10 бит, динамический диапазон просто космический. 4К, 120 FPS, по-моему. 8К не пишет она. Ну, в общем, фантастические характеристики для беззеркалки. На прямой конкурент Canon R5, который вышел, уже продаётся, уже можно купить. Но Canon там пишет, есть тоже проблема с перегревом, по-моему. Уже 9 часов, мне ещё нужно успеть смонтировать сегодняшний выпуск и поспать минимум хотя бы 7 часов, потому что с утра на пробежку было бы здорово, если 7-8 часов поспать и полететь. Потому что, как я уже говорил в предыдущем или до этого выпуске, про сон, то, как он очень важен. То есть я, в основном, по 5-6 часов спал. Очень тяжко и бегать, и просыпаться тяжело. Сейчас в последнее время 7-8 часов – отлично, состояние супер. Поэтому всем советую нормально спать, высыпаться. Ладно, заканчиваем говорилку. Не знаю, насколько интересен такой формат. Допустим, все зарубежных влогеров и ютуберов, которых я смотрел, у них очень распространён формат именно говорилки. Ну, то есть они также там в студии снимают, и 80% времени они так вещают, рассказывают, что там какие-то интересности. Не знаю, насколько это зайдёт на нашем, на русском ютубе. Вот такой специфичный формат, аудитория тоже своя. Ладно, если вам понравился говорильный выпуск, поставьте лайки. Так я буду понимать, в общем, стоит его делать или больше экшн, динамики добавлять. Напишите комментарии, тоже очень важно знать обратную связь. От вас я на все отвечаю всегда довольно быстро. И увидимся в завтрашнем выпуске. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok